Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Алексей Савченко, и сегодня у нас снова рубрика Ticks and Tricks, которая давно не выходила, то из-за отпуска, то из-за того, что были какие-то другие творческие планы, то почему-то еще, но давно обещаю записать видео в данной рубрике, которая будет рассказывать по поводу нестандартного восприятия для всех вас использования Unreal, а именно не в играх. Потому что говорим об этом давно, говорим об этом уже достаточно плотно и долго, и тема закрепляется, в первую очередь, из-за телевидения. То, что Unreal — это, в общем-то, не только игровой движок, а это технология, которая также используется в куче разнообразных сфер профессий. Сегодня мы пройдемся конкретно по этой тематике. Для этого мы опять записываем туториал веб-сайта unrealengine.com с разнообразными интересными поясняющими деталями. Если вы его откроете, то у вас тут сразу можно посмотреть такую штуку, то есть как бы make something unreal, то есть там забацкать что-нибудь на Unreal и тут самые разнообразные вертикали. А в сферы. Называйте, как хотите. То есть вот, давайте мы, собственно, сегодня мы занимаемся ими, и я постараюсь давать всякие разнообразные релевантные комментарии, которые, возможно, будут вам интересны. Ну, с играми-то все понятно. Вот, если вы нажмете learn more, то есть как бы здесь можно посмотреть в разнообразные последние шоу-кейсы, партнеры, с кем мы работаем, какие платформы поддерживаем. Они абсолютно все традиционно. Постоянно обновляются разнообразные интересные детали о крутых каких-то методах того, как Unreal использовался в этом конкретном направлении. Но об играх, так как мы сегодня поговорим, особого внимания уделять не будем и пойдем сразу дальше. Первый пункт, который стоит здесь в списке, это архитектура. И я хотел бы напомнить, что Unreal используется для архитектурных решений и для архитектурной визуализации. По-моему, это одна из первых сфер, которые начала использовать четвертый Unreal для того, чтобы чего-то там поделать, и это было не игровое направление. Ну вот, если нажать Learn More, тоже мы здесь увидим такую вкладочку, крайне интересную, на которую я хотел бы обратить особое внимание. Это разделение на два блока. Первый это, собственно, Unreal Engine, второй это Twinmotion. О том, что такое Twinmotion, знает, наверное, уже практически во всем мире, но почему-то не совсем во всем. В России об этом очень мало говорят. Ну, как и на некоторых прочих рынках, я думаю, что наиболее Twinmotion развит в Европе, наверное, в Западной Европе, в первую очередь, и в Америке на данный момент. Но эта ситуация стремительно изменяется. То есть вот, что это такое? Twinmotion — это софтвар, софтвар для real-time архитектурной визуализации. Это один из креатив-продуктов Epic, который был, в общем-то, приобретен, интегрирован, запущен, средой которого разработки является Unreal Engine. И тут вот можно посмотреть основные фичи, которые про него. Ну, от прецедента real-time quality понятно, он очень прост в освоении, он очень прост в работе, и pipeline работы с ним можно охарактеризовать с точки зрения построения любых локаций, презентации этих локаций, как Unreal Engine very light. Ну, то есть, там в 10 раз проще, с гораздо более простыми интерфейсами, с гораздо более простым сетапом, экспортом любого контента, там, из архикада и прочих форматов, там, у BIM-ов. Вот тут можно по этому поводу посмотреть. Вот, и, короче, это софт, который позволяет очень быстро выстроить крутую сцену или крутую какую-то, или интерьер, или экстерьер, и сделать из него, там, что угодно. Видеопрезентация, 360 панораму, в Instagram пост, короче, запилить и так далее, и так далее, и так далее. При этом это профессиональный тулсет, как и, в принципе, все, что мы делаем. Вот тут можно будет, можно посмотреть также разнообразные шоукейсы в соответствующей вкладке. Там, вот, там, Norway House, 8K 360, Design Work для VR разнообразных решений и так далее. Твинмошен, как и многие наши продукты, можно скачать совершенно бесплатно и использовать для фритрайла любое количество времени. Для некоммерческих продуктов, для того, чтобы его осваивать вот таким каким-то простым, доступным, понятным способом. Вы можете использовать его также для любой образовательной деятельности или студенческих проектов абсолютно бесплатно. Делать это тоже долго. Это можно, можно оформлять образовательную лицензию через запрос университета, либо посредством каких-то индивидуальных курсов. И если вы собираетесь коммерчески использовать Твинмошен, он стоит вот сейчас вот со скидкой 25%, 348 фунтов. У меня показывается фунтов, потому что я, соответственно, нахожусь в Великобритании. Вот, можно найти реселлера, и если вам хочется купить его. Но понятно, что у нас стрим не об этом, я просто рекомендую зайти и посмотреть, скачать фритрайл. Если вы работаете с экстерьерами, интерьерами, архитектурными какими-то штуковинами, если вы делаете что-то для каких-то ритейлеров и девелоперов и прочих историй, то Твинмошен, в общем-то, очень простой, понятный, доступный софтвар для того, чтобы достигать абсолютно потрясающих результатов. Помимо этого, есть и, ну, собственно, визуализация в Unreal Engine, но она рассчитана, в первую очередь, для людей, которые более специализированы в софтваре, обладают более глубокими знаниями, ну и, соответственно, предоставляет гораздо более широкий функционал. Вот можно посмотреть по этой вкладке. Среди крупных клиентов, если вы работаете в этой сфере, я думаю, что вы узнали некоторые из этих представленных брендов. Есть крутые кейс-стадии из того, что сделано на Unreal, а их очень много. Я думаю, что вот все, что касается архитектуры, все, что касается любого архивиза, там, репрезентации и так далее, этого контента всегда выходит огромное количество. А вот крутой кейс-стадии из последних — это, ну, собственно, BuildMedia. А вот если клацнуть вот тут вот кнопочку тоже «посмотреть», «посмотреть прочие примеры», то можно посмотреть, что мы делали там с ThinkLab, University of Salford в Манчестере. Можно посмотреть очень крутой кейс AAHMM, кейс Ademersi и так далее. То есть, как бы, смотрите, читайте, смотрите, что можно сделать в использовании либо Unreal, либо Twinmotion. Если вы каким-то образом заменяетесь архитектурой, может существенно ускорить, улучшить, сделать более привлекательным либо ваш бизнес, либо бизнес ваших заказчиков и клиентов, учитывая, что это, в общем-то, все-таки, в первую очередь, сервисно-ориентированная история. Automotive и Transportation. То есть, как бы, у нас объединена в общую группу. Почему так? Потому что так случилось исторически. Нажимаем тут тоже Learn More. Это вместе с архитектурой одна из первых сфер, которая начала очень жестко применять Unreal для своих разнообразных целей. Цели, в общем-то, глобальных три. Первое – это создание конфигураторов, которые позволяют продавать клиентам машины и собирать их на лету в разных конфигурациях за разную стоимость, показывать привлекательно их и делать крутецкие презентации. Второе – это использование для планирования дизайна. Третье – это, в общем-то, разнообразные тренажеры и симуляторы, которые используются в этой сфере. Из крупных клиентов они здесь, в общем-то, не все, но это Audi, Chevrolet, McLaren, Porsche, Volkswagen. Как вы, если вы знакомы с индустрией, вы понимаете, что некоторые из этих брендов – это крупные концерны, которые включают в себя прочие разнообразные большие марки в авто. Есть какое-то количество в Key Stadis традиционно здесь. Вот, если нажать «посмотреть больше», в, собственно, ну, кто, ну, вот, Honda, в Ike, Ike сделала для автоматизированных грузовиков недавно, крутой кейс, смотрел на прошлой неделе, по-моему, Toyota, использует движок в... Тут было что-то интересное, которое... Что-то про транспорт я недавно смотрел, кстати. Я хотел вам это рассказать. В лётной визуализации. Тоже разнообразные грузовички. Да, собственно, железные дороги очень активно используют... Железные дороги и инфраструктурные активно используют движок из сферы транспортейшн. А вот тут есть хорошие кистадии того, как это делается в Швеции, а и есть... Был хорошие кистадии того, как это делается в Великобритании. Я почему-то не могу его найти. Но, в общем-то, британская железная дорога, BGD, назовём её так, а, собственно, вот, да, использовала движок для того, чтобы... улучшить логистику работы с железными дорогами. Насколько я понимаю, Unreal также используется RGD сейчас со схожими целями. И это не в кейсах, но об этом, в принципе, можно говорить. Поэтому не то, чтобы большой какой-то секрет. Если говорить о транспортных сообщениях, то Unreal используется в симуляциях для веток метро и вообще для метро, если я не ошибаюсь, в Чехии и где-то ещё. То есть, вот. Это при этом только мне знакомые кейсы. Если вы болеете машинами, если вам нравится эта штука, если вы работаете в агентстве, которое делает рекламу для автоконцернов, если вы работаете в каких-то автоконцернах, которые хотели бы получить технический edge, или если вы специалист, который хотел бы работать в каком-нибудь BMW, делать дизайны новых крутых тачек в перспективе, и это является целью вашей карьеры, то я крайне рекомендовал бы вам также учить движок. Бродкаст или ивенты. Здесь речь идёт, в первую очередь, о телевидении, о разнообразных перевизах, поствизах, лиф-перформансах и прочих премудростях, которые позволяют делать суперкрутую картинку. Точно такая же структура на сайте. Достаточно широкий список компаний, которые представлены здесь. Zero Density, Fischer Group, это из, если не ошибаюсь, то ли Швеции, то ли Норвегии, Rose, Brainstorm, Black Magic Design, NCM, Sky Sports, Fox Sports, куча-куча других, BBC Sports, куча спортивных каналов разнообразных в телевизионных площадках, используют Unreal для того, чтобы делать, например, вот такие мощные истории с погодой прямо в студии, для того, чтобы создавать какие-то вот такие блоки, то есть ставить их в эфир. Если посмотреть на Key Studies, здесь есть такие, весьма солидные истории, например, там, Apollon 11 использовал для симуляции AR-миссий, вот, есть, короче, Zero Density очень плотно заработает, занимается в бродкастом, виртуальным продакшеном, решениями для разнообразных каналов Fox Sports, тоже читался по специальному кейсу, вот, и здесь была тоже такая-то штучка, на которую мне хотелось обратить внимание, что-то, что-то я ее пропустил, погода, но, короче, суть, ну, суть такая, да, то есть, как бы могу сказать со своей стороны, что, опять же, дело здесь тоже не заканчивается Европой или Америка, а вот, собственно говоря, он здесь в главных шоу-кейсах, да, то есть, вот Childish Gambino в своих клипах использует Unreal для реал-тайм анимации, об этом была большая развернутая статья, и если вы смотрите на такую сферу, как клипмейкерство, ну, и вообще любой, в принципе, видеопродакшен, о чем мы сейчас дальше поговорим, то, как бы, для вас, Unreal это тоже, ну, в общем-то, решение, блин, круто как, конечно, вот тут вот, вот, то есть, это то, что касается телевидения, фильм and television, и тут мы сейчас немножко прям по времени даже подольше упоримся, хотя мы стараемся с этими блоками всегда входить в 20 минут, но я думаю, что тут займет немножко больше времени, короче, кино, а, в кино и телевидении на данный момент это сфера, в которой Unreal развивается с бешеной скоростью по целому ряду причин. Во-первых, само понятие виртуального производства набирает обороты в мире, и многие говорят, что это во многом, ну, такое некое будущее в телевидении. Если говорить о таких сферах, как превиз и поствиз, то тут Unreal в целом тоже есть мало равных технологий, потому что он позволяет ускорять производство в каждой из этих областей, дает доступ к реиспользованию материалов, позволяет не перерендеривать по многу раз, пытаясь достигнуть разного результата, делать все в реал-тайме, и, короче, это супер-супер-мега история. А технологически, после того, как Mandalorian начал использовать технологию с совмещением современных LED-панелей, это вообще перешло на какой-то совершенно заоблачный уровень, и сейчас подобные студии строятся во всем мире. То есть, вот, чего я хотел бы здесь отдельно выделить, это, а, я не нажал Learn More, понятно. это то, что, да, Games? Ну, вот, я же нажал фирму television и Learn More, да. То есть, вот, это, ну, во-первых, давайте поговорим сначала сразу по списку клиентов, да, которые работают плотно с Unreal в этой сфере, и нужно понимать, что это в первую очередь те, кто оказывает услуги большим крупным компаниям, которые делают уже непосредственно кинопродакшн. То есть, там, Digital Dimension, Digital Domain, Frame Store, Halen, Industrial Light & Magic, ILM, Lucasfilms, Method Studios, The Mill, Stargate, Technicolors, 4 Veta Digital. Если вы в курсе этой темы, вы понимаете, что это, ну, в общем-то, все основные вот такие вот, вот, вот прям, прям такие, то есть, в мегапродакшн. Я хотел бы со своей стороны добавить, что в более 80 кейсов было сделано за последнее время, и эти 80 кейсов показывают использование движка в совершенно разных сферах производства кино и телевидения, и в сериалах, потому что Netflix делает очень много с нами, крупные студии делают очень много с нами, если вас привлекает магия кино, но, опять же, я крайне рекомендовал бы начинать смотреть, и смотреть, начиная с вот этой вот картинки, которая показывает о том, каким образом, каким образом Unreal может интегрироваться в пайплайн производства от сценария до, собственно, финального фильма. Это очень высокоуровнево, вот вы, когда будете на сайте, вы обязательно сделаете вот чего, и во многом, кстати, я это видео затеял, собственно говоря, из-за этого. Есть вот такая ссылка, как и многое, у нас на сайте, на котором просто слишком много материала, мне иногда кажется, вот написано, что при Defining Virtual Production есть Comprehensive Virtual Production Field Guide. Если вы открете здесь кнопочку, он у вас откроется, его можно скачать, это такой документ на 98 страниц, в который, собственно говоря, рассказывает о том, что такое Virtual Production, как он работает, и как он работает в совершенно разных углов. Давайте посмотрим традиционно здесь на содержание, то есть introduction, это, собственно, описание терминов, что это такое, чем-то два Virtual Production в деталях. В третьей, третья часть, которая, наверное, самая важная, это Virtual Production in Action. именно здесь рассказывается о том, каким образом работает сам поплайн и сам процесс, но не просто как он работает, а как он работает с точки зрения разнообразных школ и специалистов, которые сталкиваются с этим в работе, то есть продюсер, режиссер, оператор, там, редактор и так далее, и так далее, и так далее. Давайте вот пройдемся тоже пролистаем, потому что это все дико интересно. Там вот когда спрашивают про, а расскажите про конкретные примеры, такой, ну вот там Westworld, те говорят, ну а что Westworld такое? Ну вот кейс-стадии, кейс-стадии мало, то есть как бы хотелось бы больше информации. Вот, и в этом гайде этой информации достаточно много, и она из первых рук. То есть вот после базового объяснения, то есть что такое Virtual Production, какие у нее бывают типы, там визуализация Performance Capture Hybrid Green Screen Live и собственно упоминаемый Live Blood Wall. Дальше, в общем-то, рассказывается все элементы, где он может применяться, каким образом он может применяться, ну и тут давайте пройдемся какие-то PitchViz, PreViz, Virtual Scouting, TechViz, StuntViz и PostViz. В первую очередь Performance Capture, это Motion Capture, Performance Capture, Facial Capture, Full Body Animation. В гибридных вариантах это гибрид между виртуальным продакшеном и реал-таймом и постпродакт, постпродакт гибрид virtual продакшен. Отдельно вынесен лет, потому что это такая технология, ну как бы будущего, наверное, сейчас очень много движухи по этому поводу, она почему-то не очень на виду, кроме как профессиональной тусовки, внутри все знают, что эти студии строятся как грибы, то есть как бы, но снаружи об этом мало говорят, и я считаю, что это прям преступно, преступно мало это обсуждается, нужно, чтобы обсуждалось больше. И, в общем-то, тут еще разнообразные детали. Дальше начинается virtual production in action, и я, даже если вы не специалист, а просто интересуетесь кино и технологиями, я бы крайне рекомендовал бы вам на это посмотреть как минимум для поддержки, для поддержания содержательного диалога в комментах у Сергея Цыпсона, который об этом пишет бесконечно, вот почему virtual production, он интересен, какие у него есть преимущества, да, ну вот здесь написано там asset creation, high quality assets, real time engine, more maleable tools, и бла-бла-бла, не буду перечитывать, почитайте сами, то есть как бы да, расписывается в деталях, почему это преимущество, а вот дальше начинается прям крутая часть, где конкретно по департментам говорится, что вот virtual production, да, то есть как бы с точки зрения продюсера это вот это, а дальше приводится кто-нибудь из крутых примеров, вот здесь например это Connie Kennedy из Profile Studios, который Profile Studios делает virtual production для много чего, здесь есть список работ, и дальше вот она как продюсер рассказывает, ну, свои комментарии по опыту работы, там, дальше там продюсер интервью еще там Райн Стеффорд, который Планета обезьян делал Avenger в Age of Ultron по производству визуальных эффектов, он рассказывает, что это такое с точки зрения продюсера, да, то есть там с примерами. Следующий раздел режиссер, там рассказывается, вот, рассказывается сначала там, что, что, что подразумевается с точки зрения работы режиссера, и дальше точно такие же интервью там вот с Кевином Браном, то есть это, ну, самое известное это Артемис Фоул и в Orient Express, прочие, я думаю, больше в Англии, наверное, и за рубежом известные фильмы, и так далее, и так далее, и так далее, и тут прям очень много, очень много крутых специалистов, которые работали с Virtual Production и с Unreal, которые рассказывают, делятся прям опытом из живых рук. Это вообще, короче, бесценная методичка, которая спрятана там, где она спрятана, ее, мне кажется, надо просто печатать, переводить и вообще всем в руки раздавать в бумажном виде, потому что, если речь идет конкретно о кино и о телевидении, это бесценный источник опыта и информации, в какую сторону в том числе развиваться, потому что, если вы смотрите на кино, вот как мы обсуждаем на наших разнообразных стримах в игровую индустрию, разделяя их на группы профессий, то вот здесь вот прям разделено уже на группы профессий и говорят, что вот вы там, Михаил, Николай и Алексей, если вы хотите быть там, не знаю, режиссером, то вам на это нужно смотреть под таким углом, а вы там, Елена, Василий и в там, Епифан, которые, например, хотите быть, работать конкретно с visual effects, да, то есть как бы то вам вот под таким углом на это нужно смотреть, а вот если вы хотите делать превизуализацию в дорогая Алифтина Егор и и Роберт, например, то вам вот лучше почитать, конечно, Феликса Хорхе, который, кстати, легендарный абсолютно чувак, и Jungle Book это и Jurassic World VR, это было две истории, которые очень долго ротировались среди людей, которых тема была интересная и которые во многом там первопроходцы в ряде моментов. Вот там Stand Coordinator и так далее. Короче, вот скачайте это, почитайте, если вы этого еще не сделали, потому что знаю, что некоторые делали, то вам это поможет разъяснить о том, каким образом можно ворваться в кино на технологической именно платформе посредством Unreal. С точки зрения разнообразных студий, там, не знаю, там даже министерств культуры, потому что мы с некоторыми разговариваем, которые собираются строить вот такие вот студии, использовать Unreal, там некоторые развивающиеся регионы для того, чтобы дать толчок к кинопроизводству в своей стране. То есть, как бы вот, это тоже крайне актуально. Поэтому вот по кино и телевидению вот это вот прям, мне кажется, прям главный материал, на который стоит обращать внимание. Так, а что это такое? Что это я? Получается, получается, я перешел и закрыл, закрыл, да? То есть, как бы там это. Вот. Также не стоит забывать про тренировки симуляции. Это супер распространенная история. И касается она, по-моему, всех индустрий и всех вертикалей в какой-то степени. Потому что Unreal много и часто используется для создания виртуальных тренажеров, для обучения рабочих кадров, для обучения специалистов с высокой степенью юриска, там, не знаю, хирургов, например, используется с VR, используется с CR, используется в тяжелой heavy-duty индустрии для создания дизайнов промышленных образцов, используется, короче, для, в куче, в куче разных сфер. Ну, понятно, что в, вот тут есть тест-кейс по поводу тренировки симуляции в, среди частных военных контракторов, если посмотреть больше в разнообразных кистаде здесь, то это и медицинские технологии, и, короче, чего, чего тут только нет. Я знаю огромное количество суперэкзотических тематик, которые, в которых используется Unreal, про железную дорогу опять, повторяются некоторые какие-то стадии. Safe используется огромным количеством компаний, больших, известных, таких, как Shell, Boeing, NASA, SpaceX, упоминаем периодически, от каких-то симуляционных решений для роботов, которые исследуют геологические залежи, где огромные температуры и давления, и эти роботы очень дорогие и нужно писать для них специальный софт. Используется для того, чтобы оптимизировать производство дизайна, обучать персонал, который работает на производствах линиях в тяжелой индустрии. Используется в инфраструктурных компаниях движок. То есть, если вы видите себя в будущем каким-нибудь крупным, старшим начальником технического отдела, в какой-нибудь мега-корпорации, которая, не знаю, занимается десятком видов деятельности, например, какой-нибудь газово-нефтяной национальной компании и так далее, и вот это вот все, или, или там, не знаю, какой-нибудь супермощной, индустриальной, там, заводской или инфраструктурной структуре, не знаю, наверное, есть люди, которые, которые хотели бы вот этим заниматься, ну, и там, при этом, там, денег много в этих историях, да, то есть, как бы, то, то вот, ну, со стороны технического обеспечения, то есть, как бы, все, что касается тренировок и разнообразного типа симуляций, Unreal в этом тоже используется абсолютно везде. Также есть раздел про more uses, прочее использование, в которых можно посмотреть, ну, там, понятно, что это limitless potential, вот, тут можно посмотреть, да, то есть, как бы, на вещи, которые не категоризируются по предыдущим моментам, начиная от каких-то просто прикольных историй по поводу прогулки по Титанику в VR и заканчивая историей о том, как крупные фармацевтические компании с помощью Unreal достигают там совершенно новых, там, потрясающих результатов своих исследований. вот у Urban Design, да, то есть, как бы, у Urban Design, урбанистический дизайн, многие такие, о, там, городки строить, ну, да, но при этом нужно понимать, что, вот, например, была новость, я пытаюсь вспомнить, когда, мне кажется, что я об этом писал у себя в начале года, по поводу глобального потепления, да, там, то есть, глобальные банки, такие, как, такие, как Goldman Sachs и Morgan Stanley, Wells Fargo и так далее, они проводили исследования огромные, в которых они говорили, что, ну, вот, мы собираемся вкладываться, ввиду того, что глобальное потепление сильно поменяет, там, всю ситуацию на земле, нужны вот такие, вот, там, триллионные вложения для того, чтобы, там, предотвратить эти эффекты или каким-то образом, там, сохранить возможность нормального функционирования и жизни. И Urban Design это одна из сфер, в которые будут вкладываться триллионы, потому что нужно будет планировать, каким образом изменять внешность и вид и функционал городов так, чтобы их не затапливало постепенно, каким образом, там, не знаю, изменять планирование и дизайн, таким образом, чтобы оптимизировать какие-то моменты и так далее, так далее, так далее. То есть, как бы, и вот этот весь ресурс и девелопмент в урбанистике, который, который в себя втягивает огромное количество бабла, такое, это, и этим мы тоже занимаемся. Ну, то есть, вот, вот, preserving New Zealand culture with hyper realistic imagery, то есть, как бы, вы наверняка знаете, что также в семье креативных продуктов Epic, также находится Quixel, который при всем, при всех прочих видах деятельности, которым они занимаются, они еще и сканируют большое количество разнообразных текстурных карт и воссоздают в цифровой форме много всего в движке, и также эти мегасканы, эти супертекстуры, они бесплатны, если вы пользуетесь технологией. И вот, вот с точки зрения сохранения культур и разнообразных благородных гуманитарных задач, там, оцифровка, там, национальных мест с достоянием музея, культуры и так далее, это тоже, как бы, в поле интересов. И более того, в поле возможностей, что важно. То есть, как бы, ну, я периодически люблю почитывать именно вот эти вот тест-кейсы, связанные конкретно с нестандартными использованиями. Тут очень много крутых статей из области, там, вот, там, манго-артист, там, Иния Асана creates real-time backdrops in Unreal Engine, там, например, то есть, как кто догадался использовать движок неожиданным образом. Вот. Так что, как видите, дорогие друзья, то есть, мы, ну, я, как я и часто говорю, стоит отходить от определения в игровой движок или просто движок, ну, это, сейчас это уже симуляционный набор инструментов, который позволяет решать задачи в практически любой сфере, делать это более оптимально, чем с традиционным тулсетом, знание технологии дает огромное карьерное преимущество там, в 30-40 профессиях, которые связаны с высокоинтеллектуальной и высокотехнологической деятельностью и более того, тут нужно сказать, что все решения, которые мы предоставляем, всегда либо имеют бесплатную версию, либо вообще полностью бесплатные для определенных сфер. У нас всегда есть всегда у того, что касается Unreal и Unreal как инструмента, это открытый исходный код на GitHub, возможность модифицировать, настраивать вот так, как вам нужно и это не blackbox, это, в общем-то, там все открыто, понятно и доступно и существует достаточно сейчас, особенно уже в последние годы, широкий расширенный уровень саппорта, тренировок, разнообразных форм содействия в обучению, настраивание образования конкретно в разнообразных локалях и странах и огромное количество работы, заключающихся в том, чтобы сделать эти инструменты доступными в любой точке земного шара для всех, кто хотел бы с ними работать. Поэтому вот такой типс-интрикс у нас сегодня в Unreal, в этом смысле, мне очень нравится термин из масс-эффекта. Помните, там такой инструмент, который называется OmniTool, тул для всего, как швейцарский нож в военных, который используется для того, чтобы у каждого ребенка должен быть швейцарский нож после 12 лет для того, чтобы с помощью делать что угодно. То есть и крышки открывать, и в бутылке отверткой перекрутить что-нибудь, не знаю, колбасы нарезать и все-все-все-все-все-все. Поэтому Поэтому я категорически рекомендую смотреть на Unreal и прочие продукты, которые находятся в портфолио всем тем, кто мыслит себя в будущем в какой-то такой высокотехнологической сфере в любом из ее аспектов и проявлений. Будь то креативное творчество, компьютерные игры, кино, телевидение, архитектура, автопроизводство, телевещание, телевидение, кино, а также еще десяток разнообразных индустрий, которым движок может понадобиться с точки зрения подготовки персонала, тренировок, симуляций и прочего оригинального использования. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, традиционно пишите мне обязательно в YouTube. Я буду рад вам ответить на них на все. Либо можно писать на тот адрес, который находится на канале в графе About. Там Алексей Дудсавченко, собака.gml.com. Я его смотрю и стараюсь регулярно на письма отвечать. Вот. На этом большое спасибо. Всем прекрасных выходных и прекрасного просмотра этого видео. Пока.